Здравствуйте, я Антон Исаев. Собственная персона сегодня начальника отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД РФ Нижне-Тагильская Татьяна Пинаева. Здравствуйте. Добрый вечер. Преступные деяния. Какие преступные деяния совершают юные тагильчане чаще всего, к сожалению? Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на протяжении последних четырех лет в городе Нижний Тагил и Горноуральского городского округа имеет тенденцию снижения. Единственное, что наблюдался в 2015 году рост на 18%, но по итогам отчетного периода, это окончание ноября 2017 года, мы имеем снижение подростковой преступности на 27%. Это довольно солидная цифра. Значит, что хочется отметить. Большинство преступлений, это 80% преступлений небольшой и средней степени тяжести, когда подростки совершают кражи, грабежи. В основном предметом посягательств становятся сотовые телефоны, планшеты, денежные средства. Но 20% совершенных преступлений подростками, это кражи, грабежи, разбои, совершенные группой подростков, либо кражи, совершенные в особо крупном размере. А также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. То есть это особо тяжкие преступления? Это особо тяжкие преступления, да, которые совершают подростки. Остановимся на последних инцидентах, нашумевших инцидентах уход из дома. В ноябре подросток покинул самовольный дом, исчез, весь город искал, нашли. Но в чем причина не вот этого инцидента, а в целом, почему дети уходят из дома? Проблема на самом деле большая. Проблема для всех, и для сотрудников полиции, и для родителей. За отчетный период заявлено в розыск 460 несовершеннолетних, но ушло из дома 204 подростка. Это говорит о том, что дети уходят из дома неоднократно. То есть одни и те же дети раз за разом покидают дом. Какая причина? Это недопонимание в семьях. Это конфликтные ситуации. Это нежелание продолжать обучение. Подростки ищут круг общения, причем приобретают его многочисленные, малознакомых людей, которых знают только по именам. И считают, что эти люди, ну вот самые близкие для них на сегодняшний день друзья. Родители ставят, в общем-то, не в счет. Родители, в свою очередь, несвоевременно обращаются за розыском подростков. Считают, что уходил неоднократно, вернется вновь, проходит несколько дней. Родители только после этого обращаются в органы полиции с заявлением. Значит, это, конечно, недопустимо, потому что подросток, находясь в самовольном уходе, сам может стать жертвой преступления и сам совершает преступление. Мы же понимаем, что ему надо на что-то жить, где-то ночевать, иметь какие-то денежные средства. По неволе он становится участником преступлений. В случае ухода из дома надо незамедлительно обращаться в органы полиции. Поднимаются большие силы, значит, применяются технические средства. Все, значит, настроено на то, чтобы ребенок быстро был найден. Вы назвали конфликты главной причиной ухода из дома. Но что делать вот ребенку, если вот назревает в семье конфликт? Куда он может обратиться? Конфликты на самом деле часто возникают. Я уже сказала, это недопонимание между родителями и детьми. Ну, самые близкие, кто окружают ребенка, это, конечно, педагоги. Образовательные учреждения являются субъектом системы профилактики, которые могут помочь ребенку сообщить информацию о нем. Необходимо ребенку обратиться к классному руководителю, к завучу по воспитательной работе, по правовому воспитанию, к психологу школы. В свою очередь администрация школы сообщает данную информацию в подразделения по делам несовершеннолетних, в управлении социальной политики и органы опеки, и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все, конечно, будет настроено на то, чтобы разрешить проблему, оказать помощь несовершеннолетнему. То есть, в первую очередь, это школа? Это школа, да, конечно. Но напрямую можно обращаться и к вам? И к нам можно обращаться, конечно. Кроме этого, у нас в городе существует 9 социальных реабилитационных центров. Они есть в каждом районе, в том числе и в Горноуральском городском округе. Но если уже совсем безвыходная ситуация, а такие ситуации бывают у ребенка, он может прийти в социальный реабилитационный центр, его, конечно, специалисты примут, на улицу никто никого не выгонит, дадут ему, как говорится, дом и кров, но обязательно данную информацию сообщат в органы полиции и, в общем, так далее, в комиссию по делам несовершеннолетних, будут потом решать эту проблему. Уход из дома – это же некая такая крайняя мера. А вот какие превентивные действия, чтобы не допустить этого, проводятся? Ну, это прежде всего работа с семьей. Работу с семьей проводят как образовательные учреждения, так и инспектора по делам несовершеннолетних. Мы принимаем активное участие в общешкольных родительских собраниях, где доводим информацию вообще по статистике, по самовольным уходам, по тем проблемам, которые возникают в семье. Настраиваем родителей на отношение к ребенку, так сказать, миролюбивое. Ведь зачастую какие возникают проблемы? Родители начинают заниматься своей собственной личной жизнью. Родители покидают дом и уезжают на заработки. Передают на воспитание своих детей близким родственникам. Ребенок, по сути, остается безнадзорным. Это те вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Ребенок постоянно требует к себе внимания, постоянного участия в его жизни. Родители постоянно должны ребенка контролировать. Ну и, конечно, любить его. Всячески проявлять свою любовь к нему. Рейды. Как часто проводите? В каких семинах проверяете? Все ли там благополучно? Что касается семейного неблагополучия, хочу вас расстроить, может быть, потому что уровень семейного неблагополучия в городе Нижнем Тагиле, он год от года становится все выше и выше. Связано это с тем, что продолжают родители злоупотреблять алкоголем. Молодые матери начали употреблять наркотические вещества. И полностью уклоняются от воспитания детей. Конечно, в данной семье проводятся рейды систематически. В случае необходимости подключаются органы социальной политики, органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, где уже совсем безвыходная ситуация. Из данных семей дети изымаются. Ну и в дальнейшем решается вопрос об ограничении родительских прав. Вы сказали, что активно работаете, в первую очередь, со школой. Так как непосредственно вы ходите, рассказываете? Конечно, мы взаимодействуем очень тесно с образовательными учреждениями. Значит, инспектор по делам несовершеннолетних принимает участие в таких мероприятиях, как заседания советов профилактики, которые проходят в образовательных учреждениях ежемесячно, где поднимаются вопросы проблемные, что касается обучения, получения образования, и в том числе занятости подростков. При каждом образовательном учреждении существует масса кружков и секций, но расстраивает немного тот факт, что дети не посещают данные кружки. Не все, не про всех речь, но проблемные дети не посещают. Печально, что они не имеют вообще никакой заинтересованности. Что бы ты им ни предложил, слышишь в ответ отказ. Нет, мне не нравится, я не хочу. Опять это работа педагогов, психологов, родителей. Помимо получения общего образования ребенок, конечно, должен получать и дополнительное образование. Есть практика других городов. Я была в Нальчике и увидела, значит, все улицы, буквально все центральные улицы города оснащены спортивными площадками с искусственным покрытием. Кругом стоят тренажеры. Вечер поздний, 21, все освещается. Дети посещают активно данные спортивные площадки, чувствуется востребованность их. Вот хотелось бы, чтобы дети тоже в нашем городе имели такую возможность для посещения спортивных площадок. То есть в любом случае важна занятость ребенка как в школе, как и вне школы. Ну и, конечно, должна быть заинтересованность со стороны руководителей, тренеров, родителей. Если требуются какие-то финансовые вложения в это, необходимо вкладывать. Потому что вклад в будущее. Конечно. А также, я понимаю, главное найти ключ к проблемному ребенку, если он никуда не хочет. Надо его в любом случае заинтересовать. Да, надо его разговорить. Надо его, если есть в том надобность, протестировать. Потому что иногда задаешь вопрос, а какое твое будущее, кем ты себя видишь. А он, доучившись до 9 класса, говорит, нет, я еще не задумывался об этом. Поэтому это тоже работа родителей, которые должны сходить и протестировать у психологов. В центре занятости у нас есть целый отдел, который может помочь в определении будущей профессии. Ну и, конечно, настраивает ребенка на свое будущее. То есть это получение образования, это повышение своего, ну вот, уровня такого. Ну, ребенок должен чувствовать, что он востребован, должен быть в будущем. Современный ребенок, подросток огромное количество времени проводит в интернете. Не привлечь, если скажу, что у каждого школьника есть, по крайней мере, страничка в социальной сети. И во всемирной паутине есть ряд опасностей, серьезных опасностей. Первый из них – это так называемые вербовки. Предлагаю поработать курьером, доставить некий груз, товар, положить там и оставить, и получить неплохие деньги. Но зачастую все мы знаем, что этот товар является запрещенным законным веществом. Вот какая работа в этом направлении ведется? Значит, к сожалению, все, что связано с наркотическими веществами в нашей городе, наблюдается рост подобных преступлений. Их совершено 13. Все совершены подростками. Пятеро из них ранее состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Прежде всего, подросток должен понимать, что даже малая доза, которую он имеет при себе наркотического вещества, это уже является преступлением. И все, что связано с приобретением, хранением и распространением наркотического вещества, это категория тяжких преступлений. И мера наказания до 20 лет лишения свободы. Конечно, в судах, рассматривая подобные уголовные дела, учитывают несовершеннолетний возраст. Но и тем не менее, это реальная мера наказания, когда ребенок лишается свободы. Значит, прежде всего, проводится большая разъяснительная работа в образовательных учреждениях. Но подросток должен знать. Он должен уметь сказать себе «нет». Прежде всего, это преступление. Это горе для него самого и его родителей. И ни в коем случае не поддаваться на эти провокации легкой добычи денег. Я не говорю даже зарабатывания, а легкой добычи денег. Ни в коем случае. То есть сам себе должен сказать «нет». Что еще касается интернета, масса преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Когда через интернет распространяются картинки порнографические, когда предлагают различные сексуальные действия через интернет, все это тоже является преступлением в отношении несовершеннолетних. Чтобы предостеречь от всего этого, родители, конечно, должны знать, в каких социальных сетях ребенок зарегистрирован, иметь доверительные отношения со своими детьми и просматривать странички, смотреть те контакты, кто какие предложения высказывает ребенку. Ну и, конечно, если подобные предложения появились, необходимо обращаться в органы полиции. А как родители определить, что их ребенок попал в такую сеть распространителей? Есть ли какие-то признаки того, что ребенок делает что-то не то? Поведение ребенка, конечно, меняется. Он становится замкнутым, неразговорчивым, потому что он все время в мыслях, где взять наркотическое вещество, мы сейчас об этом говорим, каким образом его тайно распространить, чтобы самому не попасться, так сказать. Ну и, конечно, появляются новые вещи, дорогие у ребенка, появляются денежные средства. Они ниоткуда не могут взяться. Значит, выяснять надо эти все обстоятельства родителям. Ну и, конечно, если это произошло, самому, на мой взгляд, с этой проблемой не справиться. Необходимо и ребенка защитить, оградить его от преступных посягательств. Конечно, необходимо обратиться в органы полиции. Если вот родители узнают, что вот попал ребенок в такую ситуацию, означает ли это, что это ребенка точно посадят? Что им делать? Нет, ребенка не посадят. Ребенка не посадят только даже потому, что он является несовершеннолетним. Закон очень лоялен к категории несовершеннолетних. Значит, конечно, еще раз говорю, обращаться необходимо в органы полиции. Сразу? Сразу. Еще одна опасность, которую вот подстерегают в интернете, это радикальные политические взгляды. Молодые люди, юноши, девушки, в силу слова максимализма, подвержены различным каким-то влияниям, будь то революции, смена режима и прочее, влияние, что можно отнести к антигосударственной деятельности. В этом направлении какая ведется профилактика, как не допустить вот такого? В Конституции Российской Федерации закреплено право любого гражданина собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия. Но все должны понимать, что подобные мероприятия должны иметь законный характер. Если подобные публичные действия проводятся с нарушением закона, что касается тоже несовершеннолетних, подросток, достигший 16-летнего возраста, подлежит административной ответственности. Мы уже имеем подобную практику, когда несовершеннолетние во время несанкционированных митингов задерживались, доставлялись в органы полиции, привлекались к административной ответственности, ну и данные протоколы рассматривались на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних, принимались решения даже о постановке подобных подростков на учеты в подразделении по делам несовершеннолетних. Но в любом случае ответственность за поступки детей лежит на родителях? Ну, не напрямую она лежит, каждый несет свою долю ответственности. Если это субъект административного правонарушения, если ему 16 лет, он сам несет за себя ответственность. Ну, а, конечно, моральную, нравственную, духовную ответственность родитель несет всегда. Родитель должен смотреть, что смотрит ребенок, что читает. Конечно, конечно, я уже говорю о том, что необходим, вот понимаете, времена меняются, необходим тотальный контроль для того, чтобы ребенок не попал в беду. Надо все знать с самого утра, как он проснулся, как отправился в школу, дошел ли он до учебного заведения, пробыл ли он все уроки или он ушел с последних. Родитель должен знать, где он в это время проводил, с кем он находился и так далее. Вот буквально по часам до вечера. И, конечно, больше времени уделять, беседовать, разговаривать. То есть уделять ребенку время. Как вы считаете, почему такая ситуация изменилась? Соблазнов больше стало? Ну, родители сейчас, большинство из них озабочено зарабатыванием денег. Многие родители для того, чтобы содержать семью, работают на нескольких работах. На самом деле признают, что не хватает времени на общение с ребенком. То есть родители просто не уделяют внимания? Ну, не уделяют. Конец года, время подводить итоги. С какими результатами отделение, которое возглавляете вы, завершает 2017 год? Конечно, подводя итоги, мы смотрим на статистику, смотрим на цифры. По итогам ноября цифра нас, можно сказать, немножко радует. Мы имеем снижение подростковой преступности на 27%, но это не значит, что мы преступность победили. Самая главная цель-то и наша, и все, с кем мы работаем, это образование в первую очередь, это комиссии по делам несовершеннолетних, это все детское население. Необходимо снизить уровень подростковой преступности до минимума. Прийти к тому, чтобы ребенок понимал, что есть преступление, и совершать противоправное деяние нельзя. Это, в общем-то, наша цель нашей всей работы. Все закладывается в семье. Все. Значит, какие нравственные аспекты будут заложены в семье, таким мы ребенка и получим. С тем нам и предстоит работать, где-то бороться даже. Но все направлено на то, чтобы дети понимали, что можно делать, а что делать нельзя. Снижение, которое вы сказали, это результат продуктивной работы вашей, либо это тенденция оздоровления в семье, я бы так сказал. Нет, я думаю, что это определенный комплекс мероприятий. Пока это еще работа всех субъектов системы профилактики из года в год, которая приводит к снижению подростковой преступности. Но, говорю, о победе говорить еще рано. То есть работа еще предстоит? Предстоит, еще будет несколько лет и многие годы, наверное. Не могу вас не спросить по поводу вашего отношения к идее смягчить уголовное наказание для несовершеннолетних, которые сейчас активно обсуждаются в средствах массовой информации, может быть, слышали. Мое мнение, наверное, будет разниться с мнением многих. Я считаю, что наказание должно быть адекватно содеянному. То есть если ребенок совершил? Совершил, то должно быть наказание. В любом случае. Да. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию за интересную беседу. Уважаемые родители, дорогие дети, впереди новогодние праздники. Хочется, чтобы это время вместе родители и дети провели совместно и плодотворно. Чтобы не было это время новогодних каникул омрачено какими-то негативными явлениями. Всем я желаю счастливого Нового года, успехов. Ну и помните народную мудрость, чтобы в старости не мерзнуть от мороза, нельзя дышать прохладой на детей. Спасибо. Мы присоединяемся к таким добрым и правильным словам. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова